Гамильчане, які сё лета застались без замежных отпочинку за пандемию коронавирусу, шукают привабные месты на своей родине. Так, у Липе не самые популярные локации для фотографа устали лавандовые поли у Ветковским районе. Уж не у них граждане накировались у Речицки, где зараз квятнеют слонечники. Чому там вырошивают гэтую культуру и тирады гостям мясовые жихары, высветляла Ганна Коральчук. Желтые поли слонечника в Речицком районе належат господарцы Советской Белоруссии. Раслину тут выкрустовывают в якости танного кормового белка для живёл. У веры с ней площадью 50 гектаров берут комбайном, семечки высушат и перепрацуют у аллеи шрот. Первая подзе у харчовую промысловость на Речицкий комбинат хлебопродуктов. А другая добавится корм для рогатой скотины. А по кульдухмянным слонечникам частуются пчёлы, які живут побачь на пчальнику на 120 хаток. Доглядая их Виктор Карась, потомный пчаляр, який працует с мёдом каля 20 годов. Заняток это перенял от батьков. Кажа дзятинства проводился рот в улев. Гэтый пчальник заложил каля 13 годов тому. С кожного вуля за сезон сбираю каля 25 килограмм сотов. Мёд и делал Речицкий комбинат хлебопродуктов, фирмовый магазин и столовую. Раньше вывозили, кочевали. Вот у нас для кочёлки тут и прицепы, всё есть. Но сейчас уже так, агрономическую службу, работаем вроде. По кругам севают, мы все в оборот меняют местами так. Наверное, на месте у нас стандартная пасека здесь мы. То вообще-то нормальный для медосбора это 3-4 семнина гектара. Поэтому тут надо, чтобы гектар 30 чего-то отцветало, 40, а следующих зацветало. Агрономы засеивают поли так, чтобы пчёл завсёду была ежена. Вот только слонечники сеют в три этапа с перерывом в тыдень. Вокруг пчельника так само есть шмат инших медоносных рослин. Для пасеки мы в этом году сеяли 50 гектар подсолнечника, 120 гектар гречихи, чтобы им была какая-то подпитка. Ну, ранней весной они всегда на озимом рапсе. То есть для них тоже гектар 150 рядом, чтобы с пасекой было. Ну и другие там фацелия. Вот в этом году семья гектар сеяли, что фацелия поддерживающая культура. На дворе зараз для воспевания слонечника вельми сприяльная. Однако пошние некольки тыдня упали господарки под погрозой. Что день до них приезжают шмат гамельчан, ожидающих зарабить фотосдымки для социальных сеток. Спочатку местовые жахары удивлялись о такой нечеканной популярности. Потом начали скардиться, потому что на толпы гостей вытаптывают рослины и им перешкоджают приватному житию. Потому что, когда хотите докрануться до прихожей, поводьте себя аккуратно и с повагой ставьте себя до природы. Ганна Карачук, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» Зречицкого района.